Пока Александр Лукашенко пытается заручиться поддержкой российского президента Владимира Путина, в Европе задаются вопросом, насколько реален суд против Лукашенко на Западе. В мае стало известно, что 10 человек подали заявление в Федеральную прокуратуру ФРГ о преступлениях против человечности, в которых истцы обвинили власти Беларуси во главе с Лукашенко. Среди них белорус Валерий Самолазов и поляк Кацпер Синицкий. И рассказывать каждый раз о том, как тебя били, унижали, как тебе угрожали в анальное отверстие палку заснуть, это не то, чем хотелось бы делиться. Мне неприятно об этом вспоминать. Я очень плохо сплю, я почти не сплю. Здесь мне выписывают антидепрессанты и снаторные. Пальцы после пыток, они там связывали очень сильно руки, я до сих пор не чувствую кончиков пальцев. Неоднократно выводили в коридор, там избивали. Мы слышали тоже крикки других людей, которых избивали. Было психическое давление в плане того, что сотрудники ходили с бейсболной битой, вымахивали нею. Мы не знали, чего ожидать. Творился полный беспредел. По словам Флориана Есбергера, эксперта по международному праву, шансы привлечь Лукашенко к ответственности есть, но при одном условии. Именно в этом заключается естественная сложность уголовного дела ФРГ. Как добраться, если так можно выразиться, до подозреваемых или предполагаемых преступников? Что касается защиты от уголовного преследования, то пока Александр Лукашенко находится у власти, он с точки зрения германского правосудия защищен иммунитетом, даже если ему будут предъявлены обвинения в совершении самых тяжких преступлений в сфере международного права. Так что пока он является президентом, возбуждение дела против него лично в Германии исключено. Иначе обстоят дела после того, как он больше не будет занимать свой пост. Также в мае в Международный уголовный суд с требованием открыть уголовное дело по фактам преступления руководства Беларуси обратились четыре неправительственные организации. По мнению белорусского режиссёра Николая Халезина, одного из инициаторов подачи документов, суд в Гааге может дать ход уголовному делу. Мне кажется, что будет дан, потому что я не вижу этому препятствий. Другое дело, что это всегда процедура достаточно длительная, но мы к этому забегу все готовы и длинному. И на самом деле это пригодится, даже если всё решится в стране ранее, хоть в этом году, например, то нам всё равно этот кейс пригодится, потому что это придание большой значимости тому, тем процессам, которые происходят сегодня в Беларуси. И никто не собирается оставлять эти преступления без внимания. И, как говорил Лукашенко, перенеслась в страницу. Нет, мы дочитаем её до конца. По мнению Флориана Есбергера, после прецедента, когда суд согласился возбудить уголовное дело по преступлению в отношении мусульман Рахинджа из Мьянмы, бежавших в Бангладеш, страну члена Международного уголовного суда, возбуждение уголовного дела возможно и против Лукашенко. Эту юридическую конструкцию цитирует ИСЦИ, аргументируя тем, что граждане Беларуси были изгнаны, вынуждены покинуть страну в направлении соседних государств Польши и стран Балтии, членов Международного уголовного суда. Чёткая параллель. Но насколько она обоснована и убедительна, этот вопрос предстоит проверить. 25 мая Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» подала в Генеральную прокуратуру Литвы заявление в отношении Александра Лукашенко в связи с экстренной посадкой в Минске самолёта Райнея. «У возбуждения дела в Литве есть дополнительный аргумент, как я могу себе представить. То, что в самолёте, по всей вероятности, находились граждане этой страны, раз рейс из Афин направлялся в Вильнюс. Но в целом проблема будет заключаться в том, можно ли эти события квалифицировать в рамках литовского законодательства. Предположу, что для литовского правосудия это будет неизведанная территория». Сам Лукашенко считает, что судить его в Гааге не за что. Въезд он после выборов снова персона нон-грата. За рубеж Лукашенко в последнее время ездит только в Россию.